Он держит за середину рукояти, наказывается, под гарду всегда держится. И что ж такое? И здесь начинает в позах просаживаться уже. Устал, потому что перегрузил начало сложными элементами. Ну что ж, очередной вид программы. На сей раз Дзяньшу в исполнении девушек мы уже видели, а теперь Дзяньшу в исполнении мужчин. Первый представитель, первый выступающий Тагир Мурата, представитель сборной команды России. Немножко не повезло ему первым выступать. Всегда тяжело первым выступать, потому что берется потолок оценок и очень надеемся. Да, мы на Тагире. Он был бронзовым призером в этом виде программы в Португалии на чемпионате Европы. И сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы он... Но на очень хорошей скорости он идет. Очень хорошая скорость. Молодец из Нижневартовска. Воспитанник Игоря Александровича Кремера и Татьяны Викторовича Куприяновой. Первый тренер Кремер у него Игорь Александрович. Сядь технического комитета Федерации УШУ России. Судья международной категории. Тагир. Мастер спорта международного класса. Хорошо он проходит. Высокий прыжок. Последний дотянутый на спи. Хорошая амплитуда. И удается ему сохранить хорошую наполненность до самого конца комплекса. Сюйву. Ну, к сожалению. К превеликому сожалению. Были мелкие ошибки. Крома IT соревнований. Кого бы вы назвали в числе там основных конкурентов? Чемпионом Европы в Португалии на прошлом чемпионате Европы был Раули Сейвес из Испании. 92-й номер. Он идет через несколько участников. Пьерн Гуен. Очень сильный спортсмен из Франции. И Леонид Коррей из Израиля. Все эти спортсмены очень неплохие. Вот представитель сборной Украины. Украина. Традиционно. Чуть-чуть ошибки в позиции Гунгу. Украинская школа. Наша братская школа. Все были в свое время федерацией УШУ СССР. Николай Матулевский. Президент федерации. Член исполкома международной федерации УШУ. Его жена, Владимир Владимирович, старший тренер сборной. А сын выступает на этих соревнованиях. Пусть пока не слишком удача. Так что вот такая вот семейная традиция у них. Целая семья у них УШУ. Это приятно, что есть такие семьи. У Шивандина, конечно, скорость чуть-чуть пониже, чем у Муратова. У Шивандина, конечно, скорость чуть-чуть пониже, чем у Муратова. Да и так бледнее не может он скопаться, конечно. Ошибка какая-то на пустом месте, что называется. Странная память Шивандина. Упозицию к уму не прошел, не дотянут немножко спортсмен. Не удержал Кисиппинген равновесие. Тоже ошибка какая-то страшно типичная. Заканчивать упражнение. Видите, да? Умудрился даже здесь. Усталость, она сказывается даже на таких вещах, как позиция. Ну что ж, вот и представитель Франции Форес Зеру. Ну, также являющийся, ну, один из самых сильных, пожалуй, спортсменов в этом видео. Да, что я напомню. Сейчас посмотрим, на какой он программу исполнит. Это сложен спортсмен, в принципе, удачный. Если бы, если не знать, что он чем-то занимался, можно было бы принять как раз за бывшего гимнаста, такой не очень высокого роста, коренастый, с хорошей мышечной константой, такой очень резкий. Сейчас посмотрим. Чересчур он быстро начал. Я сильно сомневаюсь, что он закончил в темпе своего выступления. Пока все здорово. Первая связка включена пока. Высокий прыжок. Здесь, пожалуй, не удержал. Не удержал все-таки позовок. Я думаю, что Глеб со мной согласится, что это была крохотная шутка. Сейчас посмотрим вторую связку. Да, немножечко здесь допустил ошибку французский спортсмен Форрес Зеру. Он очень подвижный, у него хорошая скорость, неплохие прыжки, но с фиксацией позиций проблемы. Да, да. Как я говорю, он чересчур быстро начинает, и сейчас, обратите внимание, скорость в начале, скорость уже ближе к середине. Акцент Камакулевского 9.15, он на третьем месте пока. Аль Форрес Зеру вот красивый прыжок делал, я говорю, он очень прыгучий, у него хорошие очень данные, но немножко не хватает тренированности. Я сейчас объясню, родители и зрители, почему были сфиксированы на оценке Матулевского. Все было просто, мы поставили 9.15, но не особенно табло видели 9.45. Да, ошиблись, поводя на оценку табло, и подправили сейчас. Старе Зеру закончили выступление. Красиво он не устал к концу, но было... Ангелика Цукон, представительница сборной Италии. Это тот вид программы, который мы пока еще с вами не видели. Это Наньдау или... Уже еще, да. Южный меч. Южный меч. Ангелика Цукон лидер, один из лидеров в этом виде программы. Она была серебряным призером на прошлом чемпионате Европы, уступив нашей Кате Петраковой. И сейчас ей предстоит конкурировать с Ирой Саулиной, которая у нее вчера уже выиграла Южный пилот. Золотой медаль заодно. Да, и первое место на чемпионате Европы. Вот сначала. Ну, ровные такие движения, но силы явно, на мой взгляд, недостаточно. Да, потому что этот широкий меч, я даже не знаю, больше похож на... Но ассоциация приходит с палашом, с кавалерийским каким-то. Да, да, это вот Наньдау, это такой специфический. И они используются и в Юншунь, или Винчунь, как его это называют, такой стиль, очень интересный, но более короткие. Это традиционное оружие Юга Китая. Такая гарда своеобразная, закрывающая руку и... И сам мяч очень широкий, явно прибоя, более рассчитан на парированный удар. Ну, у нее ровная базовая техника. Только медленно возможно. Вот позиция ошибку допустила, очень высоко стало. Здесь тоже недостаточно. Оп, ошибка в перехвате. 0-1 снижение должно быть. И потери скорости капитальной уже. Ну, естественно, сразу, да, из-за этого идет потери скорости. И уже устала, видно, сила нет, она... И вот еще одна ошибка. И вот еще одна ошибка. Туй-дау. То есть ошибка, заключительная позиция, она по слову столяна пола. Да, абсолютно у Орена. Все, согласен с вами, Глеб. Ну что? Ну, аккуратно, начало выступления. Ира Саулина. Россия. У которой уже есть одна золотая медаль. Победа сейчас автоматически ее что выводит? В лидеры многоборья. Но до третьего вида нельзя сказать точно, что... Что будет? Да, обычно. Может измениться все, что угодно. Упадет спортсмен, получит снижение в балл, сломается оружие, поэтому ни в коем случае до последнего вида. Хорошо проходит подсечку. Она ее вообще ровно сделает. 14 лет, напомню, Ирине Сауровной. Она ученица 9 класса экспериментальной московской школы в УШУ при московском спорте. Уже чемпионка Европы среди юниоров, член сборной команды России. Красиво. Хорошо сделал ответственный элемент. Канкон Джентитуй и приземление в позицию Дзо Паньбу, скрученную позицию Сидер. И хорошее присутствие духа, посмотрите. Я думаю, что здесь даже колландка на день Уэй не сравнится с нашей Ирой Саулиной. Вот сейчас, честно говоря, у меня сердце так немножко екнуло, когда на перехват его фактически вокруг кисти. Да, потому что сложный момент. Оп, и можно уронить. Сложный момент. Но хорошо Ирусаулина идет. Блок, блокирующий движение, выполняет Пхидао и Туйдао. Последнее движение. И вот еще одно Туйдао. Толчок лезвием, когда двумя руками выполняется удар. И заключительная позиция Шоу Ши. Напомню, секундомер останавливается по приставлению одной статой к другу. Ну вот, и последний соревновательный вид у мужчин на сегодня. Это Найндао, тот же самый южный меч. И один из претендентов, как, в принципе, все российские спортсмены во всех видах на медали. Алексей Ильихов. Порвущее начало, конечно, великолепно. Лучше собирается. Это его лучший вид. Чемпион Европы. Молодец. Хорошо, ровно прошел. Вчера на этом элементе он ошибся. Ты на предыдущем элементе ошибся. Да. Сейчас нормально. Хороший элемент. Это пока нормально. Сэль Швайтой. Видите, в южном кулаке он делается, как в карате, с одергиванием ноги. Это еще раз подчеркивает, что карате произошло из южности или в ушу, из провинции Худзянь через остров Окинава. Сейчас, глядя на выступление, не хочется еще говорить, просто посмотреть. Молодец, Алеш. Заключительная часть. Вот видите, здесь колено не должно касаться пола. Он совершенно верно сделал. А вот спортсменка Анфелика Цуклон допустила ошибку на этом движении. Ну что ж, ну вот очередной, скажем так, конкурент Алексея Лихова в борьбе в южном мячах за золото. Хим Чонг. Посмотрим, что он сможет нам продемонстрировать. В принципе, вчера он выступил достаточно удачно. Единственное, конечно, страдают они очень быстрым началом, очень энергичным. При этом до конца сил не хватает. Немножко плывет в движениях именно. Посторонняя связка была. Вот здесь опять поторопился. Но пока сил хватает, позиции держать ровно. Сейчас была очень сложная связка, я думаю, вы заметили, дорогие друзья. он смотрел в пол в этот момент. Ничего делать категорически не рекомендуется. Потому что куда смотрят глаза, куда наклоняется голова. Теряешь сразу оценку и моментально теряется внешний вид. Хорош, только свирепое выражение лица. По-спортивному свирепое. Ну вот тут, что я поза не получил, с высокой сидел. И уже не хватает скорости. Но, слава богу, пока хватает выносливости сидеть именно. Физическое выносливость, но, конечно же, в ногах сидеть. Ну, как говорят, катей и многие другие. И на просто какие-то подачи. Ну, и вот тут уже у нас силенок не хватает. Уже медленное движение последнее. И по приставлению ноги упражнение с южным мячом, с наньдао, хинчонгту. И, что называется, с места в карьер. Первая выступающая в дисциплине наньгун у нас Ирина Саулина, уже чемпионка Европы. Ну, посмотрим за ней. А для вас сегодня, как обычно, работают комментаторы телеканала «Спорт» Дмитрий Бобцов. Привет, Музоков. Добрый день. Сейчас мы видим на наших экранах Иру Саулину, которая уже на этих соревнованиях 10-го чемпионата Европы завоевала две золотые медали и вышла в лидеры с зачете многоборья в этом виде программы. Наньгунь – это третий вид. Спортсмены соревнуются по трём видам в программе многоборья. Это Наньсюань, комплексы без оружия, короткое оружие Наньгунь, ээээ, наньдао, извиняюсь, и комплексы без оружия в этом виде программы. Дальше видим программы, которые отличаются от обычного гуньшу, обычной палки. Движения характерные для южного кулака, точка приложения силы это конец палки, и палка несколько толще, чем палка для гуньшу. Ира, как мы уже говорили, ей 14 лет, она ещё молодая спортсменка, она уже чемпионка Европы среди юниоров, и в этом году она пришла на смену Катерине Петроковой, тоже чемпионке Европы, которая из-за травмы не смогла продолжать выступление. Но 14-летняя Ира Саулина действительно показала чудеса здесь и великолепно выступила. Сейчас она лидирует в этом виде программы. Что радует, она не сумела не сгореть, так называется. Потому что груз ответственности, считайте, мы... Ну что ж, дорогие друзья, второй вид сегодняшней программы гуньшу. Это немножко отлично от того, что мы с вами видели первые два выступления. Наньгун? Я думаю, тут Глеб подробнее может рассказать. Это гуньшу, вид, который основывается на базовой технике длинного кулака. Это еще они. Позиции такие же, тот же режим выполнения, та же скорость. В основном этот вид использует базовые движения шавлинской палки и северных стилей вышли. От Юлия Чернецова, спасленка из Саратова, в России тренирует Татьяна Катриянова. Очень хорошая девочка, мы довольны, учитывая очередная медаль. Оп, ошибка, потерял хуат Юлия. Да, на такое уроне выступление недопустимо. Снижение будет на 0-1 за потерю хуата. Нормально прошла сложные моменты, за паньбу позицию. Юньгунь, движение вращения палки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова